20 октября 1941 года в небольшой деревне в лесной глуши гитлеровцы взяли в заложники семью. Среди них было четверо детей. В их дом пришли не случайно. Там находилась семья партизанского командира Миная Шмырева. Лизе было 14 лет, Сергею 10, Зине 7, а Мише всего 3. Матери Миная Филипповича около 100. Свою семью он планировал эвакуировать, но так получилось, что волна наступления Германии и немецких войск была неожиданно быстрой, и они не успели эвакуировать детей. Поэтому ему пришлось отправить детей в деревню, то есть в деревню подойти к своей матери, то есть на тот момент уже достаточно приколных лет. Отправить их в лес, как один из вариантов, чтобы спрятаться в наследовании партизанского отряда, появляться семейные партизанские отряды, не получилось, наверное, по воле случаев и ситуации. То есть его тетя, его мама переживали, что, допустим, трехлетнему Мише будет очень сложно в партизанском лагере. Осень 1941 года, помним, приходит очень рано холода, и это не самое комфортное место в лесу. Учитывайте, что еще никто не понимал, какого масштаба трагедия к нам приходит. Своих детей Минаи Шмырев еще в июне 1941 года пытался отправить на большую землю, но грузовик, на котором вывозили семьи рабочих пудыцкой фабрики, был перехвачен в пути немецкими войсками и пришлось возвращаться. Немцы нашли семью Шмырева по оплошности самого партизанского командира. Как вспоминал в интервью в комиссии по изучению опыта Великой Отечественной войны, в октябре 1942 года сам Шмырев, во время карательной экспедиции немцы захватили штабную землянку, а в ней дневник партизанских действий отряда и списки партизан. И вот по этим спискам партизан началось выявление и аресты членов их семей. Так, в конце концов, вышли и на семью самого Миная Шмырева. Родных Шмырева держали в холодной камере, почти не кормили. Фашисты поставили условия. В живых детей оставят, только если партизанский командир сдастся. А за его голову назначили награду. Цифры разнятся. По некоторым данным 120 тысяч рейсмарок, по другим 50 тысяч. В общем-то, кроме того, обещали человеку, который сдаст Шмырева, участок земли, в общем-то, корову, лошадь, то есть все, что нужно для ведения хозяйства. Но, в общем-то, Шмырев был неуловим. Минай Шмырев родился 23 декабря 1891 года в деревне Пунище Вережского уезда. Сейчас Витебский район Витебской области Беларуси, в крестьянской старобрядческой семье. Закончив лишь три класса церковно-приходской школы, был вынужден идти на подработку. Такие семьи характеризуются высокими семейными ценностями, традициями, воспитанием, взаимным уважением. И действительно, будучи 13-м в семье, то есть семья из 13 детей, это вынуждает вас, с одной стороны, быть частью большой семьи и заботиться о братьях, сёстрах, а с другой стороны, это вынуждает вас задуматься о том, где брать средства к пропитанию. И семья, в которой он родился, семья бывших крепостных крестьян, имела такую же схожую традицию, как и большинство семей в регионе в конце 19 века. То есть это сложный период, малоземелье, то есть попробуйте, вы разделите надел земли, полученный после отмены крепостного права, на 13 детей, дайте приданное дочерям, выделите надел своим сыновьям и получите в итоге лишний большой кусочек земли, на котором очень сложно прокормиться. Семье нужны были рабочие руки. Шмырев-младший пошёл к помещику на работу, ухаживал за лошадями, помогал по хозяйству. Поэтому с детства Минаевич Шмырев уже приучен к работе, приучен к, давайте скажем так, сложным семейным ситуациям, но при этом высокие патриархальные традиции, определенной степени религиозности, уважение к старшим и уважение к детям. Потому что всё-таки старообряческая традиция показывает, что семья, община имеет значение на всю жизнь, что впоследствии он пронесёт через весь свой жизненный путь. И забота не только о своих родителях или детях, это скорее семья в широком смысле слова, то есть это братья, сёстры, дяди, тёти. Он был с ним поддерживать отношения на протяжении всей своей жизни и до военного времени, и в послевоенное время. Это не самое лёгкое время в очень сложных условиях модернизации Российской империи. Переход от классического крепостного варианта развития к обществу нового типа вынуждал этих людей искать работу, переселяться. В поисках лучшей доли некоторые уже даже за границу. В 1914 году начинается Первая мировая война. Минаю Шмыреву 20 лет. Его призывают в армию. Он попадает в царскую армию. Понятно, не имея специализированного образования, не имея запчем и пажинского корпуса, либо кадетского училища, он попадает, по сути, в нише слои российской армии. Однако и там он проявляет себя, артиллерия, в которую он попадает, в артиллерийские части. Это хороший вариант для новобранцев, которые не имеют специального образования. Награды, о которых мы говорим, о которых вспоминают его дети, о которых говорят его сослуживцы, тоже, например, Георгиевский крест, это показатель доблести солдата, высшая солдатская награда, которую он мог получить в условиях Первой мировой войны. Шмырев попадает на Румынский фронт. Там проявляет себя ответственным и исполнительным солдатом. Не самые легкие, хотя многие говорят о том, что это не те направления, не самые жестокие бои. Не бывает других боев. Любая война – жестокость. Любая война – это боль, это трагедия, но, согласно говоря, это героизм. Забота о сослуживцах, воспоминаниях его однополчан, по-прежнему являются визитной карточкой Минаи Шмырева даже в условиях Первой мировой войны. Он пользуется авторитетом, он пользуется уважением средств сослуживцев, не зря выбирает в число руководящего состава уже в условиях 17-го года. Первая мировая для Шмырева плавно перешла в гражданскую. Участвовав в боях против белогвардейских войск генералов Краснова и Юденича, царила неразбериха, Минай Филиппович стал командиром отряда по борьбе с бандитизмом. На протяжении нескольких лет участвует в борьбе с бандами, которые терроризируют эти районы. То есть он борется с угоном скота, он борется с ограблениями. Где-то ему делают предложения, например, с точки зрения перейти на сторону, ну, скажем так, антиреволюционно настроенных элементов, антинародно настроенных элементов. В условиях гражданской войны сложно определить, кто прав, кто именит, но понятно, что те, кто грабит население, те, кто грабит местных жителей, для Минаи Шмырева не являются приоритетом. Он отказывается взаимодействовать с ними и на протяжении трех лет ведет активную борьбу с ними, которая, кстати, закончится достаточно успешно. Хотя угроза для его жизни постоянно будет умение распознать врага, умение распознать предателя. Где-то человека, который, ну, пытается работать на две стороны, будет опытом, жизненным опытом Минаи Шмырева, который пригодится ему впоследствии в партизанской деятельности. Попробуйте распознать бандита среди своих. В конце 20-х Шмырев женился. В семье родились четверо детей. Все хорошо складывалось и в карьере. Для профессионального развития он использует старобрядческие связи. В соседней Латвии – большая община. Он занимает разные должности управленческие. То есть это картонная фабрика, это управление колхозом во время коллективизации в 30-е годы, это должности на различных предприятиях с хозяйственного профиля. Его родная деревня, по сути, его направляют туда на усиление. Он пользуется авторитетом местных жителей и может стимулировать их производство. Если возьмете его личную карточку учетную, там есть хороший отметок, который он сам прописывал, когда заполнял ее, что в 29-30-м году он ездил в командировки именно по рабочим вопросам на территорию Латвии. Что, кстати, впоследствии будет ставить ему в вину, что взаимодействие с зарубежными странами, особенно на тот момент с противоположной идеологической системой, может быть причиной для недоверия Минаи Шмырева. Но, с другой стороны, все это делалось для получения определенных бонусов по его основному виду действий, по работе. И неважно, это картонная фабрика, колхозное предприятие, лесозаготовки. Кстати, знание леса ему потом поможет. Никто лучше лесников, специалистов по лесозаготовкам не знает эти леса. И эти тропы, эти леса ему потом пригодятся. Перед началом Великой Отечественной войны умерла жена Минаи Филипповича Прасковья. Он один воспитывал детей. А когда гитлеровцы начали наступать, то такие люди, как Шмырев, с военным, хозяйственным и жизненным опытом начали создавать партизанские отряды. За Шмыревым закрепили 22 человека. Уже 12 июля 1941 года они ушли сражаться. И стенограмма разговора Минаи Шмырева с политруком Иваном Шкадаревичем. 6 сентября 1942 год. Москва. Завез я в лес и папиросы, и муки. Причем муки было очень много. Тонн 60. То, что мне для отряда было нужно, я раздал населению, рабочим, по 25 килограммов на душу раздавал. Раздавал я кооперативную муку, потому что работники кооперации поубегали и все кинули. Отряд Шмырева, кроме прочего, устраивал диверсии на железной дороге. Это было одним из стратегических направлений борьбы. Не забываем, что Витебский регион, Орша, Витебск, Себеш, Велиш, это место, где проходят ключевые железнодорожные линии в направлении на северо-запад и, в принципе, в направлении на московский промышленный регион. Несколько подорванных эшелонов, каждый из которых лишает немцев припасов, ресурсов, топлива под Москвой. А убийство офицеров, он своих воспоминаний говорит о том, что они, допустим, подбили немецкую автоколонну и среди погибших обнаружили одного из офицеров и изъяли у него документы. То есть разведанные убийства, деморализации немецких солдат и офицеров, уничтожение мостов эшелонов коммуникаций является, по сути, одной из главных заслуг отрядов именно осени 1941 года. Можно слить с отрядом Коржа, можно сравнить с отрядом Бумажкова-Павловского, который выполняет ключевую задачу – парализуют ресурсы, которые идут к Москве. К августу отряд Шмырева насчитывал 50 человек, а к сентябрю – больше 100. Бандит номер один – так называли гитлеровцы Миная Филипповича. И начали на него охоту – похитили всю его семью. Было ясно одно – заложников они не выпустят. Вся семья партизанского командира вместе с самим Минаем Шмыревым должна была быть уничтожена. Но это понимал и сам Шмырев, что казнят и меня, и детей, и тещу, и сестру публично при большом стечении народа. Партизаны отряда предлагали батьке Минаю организовать налет на Сураж и отбить семью. Вызволить заключенных из городской тюрьмы. Дело в том, что 12 сентября 1941 года отряд Шмырева уже совершал налет на Сураж, разгромил гарнизон, разгромил управу, изъял военные грузы и захваченное у населения добро. Но тогда немцы не ждали этого налета. А здесь они стянули большие силы, и этот налет ожидаемо закончился бы разгромом партизанского отряда. В отчаянии Шмырев был готов даже наложить на себя руки. Думая, что может хоть это спасет детей. Все решило письмо старшей дочери Лизы. Шмырев до конца войны не будет с ним расставаться. Папа, за нас не волнуйся, никого не слушай, к немцам не иди. Если тебя убьют, то мы бессильны и за тебя не отомстим. А если нас убьют, папа, то ты за нас отомстишь. 14 февраля 1942 года детей Миная Шмырева убили. Все самое страшное в его жизни уже произошло. Горе не просто не остановило партизанского командира. Теперь он хотел отомстить. В том числе, благодаря работе его партизанского отряда, удалось создать так называемые Витебские или Сурожские ворота. Красная армия контрударом отбросила немцев от Москвы. И, в общем-то, зимой 1942 года, весной 1942 года развивала свое наступление. Части 4-й ударной армии. Сначала под командованием генерала-полковника Еременко, потом генерала-лейтенанта Голикова, сменившего его, фактически подошли к городу Витебску. 259-я стрелковая дивизия стояла на окраинах Витебска. 4-я ударная армия пробила коридор, и совместными операциями с белорусскими партизанами она установила такую брешь в немецких позициях, порядках войск. То есть Витебские ворота, или как их называют, Сурожские ворота. Это был 40-километровый разрыв в немецких позициях. В партизанскую Беларусь отправляли спецгруппы, оружие, получали какие-то пополнения. А с другой стороны, эвакуировали оттуда детей, женщин. 200 тысяч человек всего было эвакуировано именно через Сурожские ворота. И даже 5000, в общем-то, молодых мужчин были призваны в регулярную Красную армию с оккупированной Белоруссией. Как раз-таки через Витебские Сурожские ворота. Известная картина Михаила Савицкого, в общем-то, одноименные Витебские ворота 1967 года. И, в общем-то, на ней видно, как идут два потока людей. Женщины и дети по направлению к Большой Земле, на восток, а на запад как раз-таки колонны людей с оружием. 8 апреля 1942 года была создана первая белорусская бригада. Ее возглавил Минай Шмырев. Нападала на немецкие гарнизоны. В мае 1942 года подорвали нефтехранилище в городке. Атаковали немцев на шоссе, на железных дорогах. В общем-то, даже захватили у немцев катер, моторную лодку и проводили свои партизанские операции на реках. Ну и, конечно, удерживали вот этот периметр этих самых Сурожских ворот вместе с нашими бойцами 4-й ударной армии. Действия бригады Шмырева привели к тому, что на территории Витебской области образовалась так называемая Сурожско-Городотская партизанская зона. 15 сельсоветов Сурожского, Витебского, Меховского и Городотского районов, на территории которых была восстановлена советская власть. И на территории которых были размещены партизанские отряды бригады Шмырева. Более того, некоторое время партизаны контролировали и райцентр Сурож, и поселок Пудать. Поставив Пудатьскую фабрику, обслуживали нужд действующей армии. В задачу партизанской бригады Шмырева входило разрушение тыловой инфраструктуры немецких войск в непосредственной близости от линии Советско-Германского фронта. Благодаря существованию Сурожских ворот в сентябре 1942-го Шмырев направился в Москву. В Кремле партизанских командиров принимал Иосиф Сталин. Даже Иосиф Сталин не поверит, как можно так в условиях войны, где фронт против фронта стоять литой стеной, организовать десятки километров пробоя, через которые можно отправлять ресурсы, людей, раненых, вывозить в обратную сторону медикаменты, боеприпасы, радиостанции. А организация этого, по сути, пролома в линии фронта, это тоже часть заслуг отряда Мина Шмырева. О встрече со Сталиным Шмырев говорил восторженно. Вспоминал следующее. «Сталин настолько понимает, что как будто бы он там был век с нами, как будто бы работал вместе с нами. Говорит спокойно, так вежливо, хорошо. Я такие-то орудия заменил бы на более легкоподвижные, которые более удобны для партизанских действий. Это как раз у меня уже давно сделано». После этой встречи Минай Шмырев в свою бригаду уже не вернулся. Он остался работать в центральном штабе партизанского движения. Уже в конце сентября 1942 года гитлеровские войска перешли в наступление и закрыли Сурожские ворота. А весной 1943-го нацисты провели большую карательную операцию, пытаясь ликвидировать партизанскую зону. Операция провалилась. Потеряв больше 5000 человек, они были вынуждены отойти. С тех пор, по большому счету, на территории Сурожского района и прилегающих сельских советов, за исключением самого городского поселка Сурож, вся власть была в руках партизан. В октябре 1943 года в ходе Невельско-Городотской наступательной операции войска 1-го Прибалтийского, тогда еще Калининского фронта, освободили Сурож и партизаны 1-й белорусской партизанской бригады соединились с Красной армией. Зимой 1944 года Минай Шмырев приехал на Витебщину. Тогда войска 1-го Прибалтийского фронта безуспешно наступали на областной центр. Несколькими месяцами ранее ему присвоили звание Героя Советского Союза. Расчет был на то, что когда Витебс будет Красной армией освобожден, именно Минай Шмырев и люди из штаба 1-й белорусской партизанской бригады, которые были в распоряжении ЦШПД, возглавят и городскую, и областную власть. Как вспоминала писательница Ольга Кожухова, работник штаба одной из армий 1-го Прибалтийского фронта в эти дни, в землянке, где жили партизаны, по ночам было слышно, что кто-то плачет, и кто-то его успокаивало. Плачущего мужчину, батька, детей уже не вернешь. И только после войны Кожухова, сопоставив факты, пришла к выводу, что тем самым плачущим партизаном был батька Минай. На малую родину Минай Шмырев вернулся не один. В Москве он женился. Она была много младше Минай Шмырева, но она тоже была вдова. У нее был сын 1937 года рождения. В общем, сошлись они в партизанской бригаде. Ирина Буравкина, ставшая Ириной Шмыревой, последовала за мужем в Москву, там, в Москве. В апреле 1943 года родились их дочери-близнецы. Сын Буравкиной, Ростислав, отчима принял как родного отца. Сменил даже отчество и принял фамилию отца. Ростислав Шмырев, Ростислав Минай Шмырев, после войны стал видным артистом театра и кино, писателем-сценаристом. По его сценарию был поставлен художественный фильм «Батька». Таким образом, Ростислав Шмырев отдал дань памяти и уважения человеку, который стал ему, по сути, родным отцом. В Витебской области Шмырев активно работал, вникал во все вопросы, помогал людям. По его инициативе строились школы и больницы. Стал членом обкома, был избран депутатом Витебского областного совета депутатов трудящихся и стал заместителем председателя Витебского областного исполнительного комитета. Шмырев отвечал на этой должности за блок вопросов, связанных с социально-экономическим, культурным и социально-бытовым развитием региона. Дело в том, что это была очень и очень ответственная работа, потому что ни одна из областей БССР так не пострадала от войны, как Витебская область. Жил скромно. Бывало так, что у него останавливались проездом люди, которые пребывали в область по тем или иным нуждам. Витебские городские власти своему герою-земляку выделили под застройку, под усадьбу гектар земли. Тогда еще в районе пустыря. Так вот, как вспоминают дочери, бать Каминай постоянно от этого гектара отрезал несколько соток, поскольку люди очень просили землю под дом. В конце концов, осталась от этого гектара обычная усадебная площадка. В истории Шмырев известен как бать Каминай. Но когда именно это второе имя у него появилось, доподлинно никто не знает. В разных источниках встречаются разные точки, с момента которого может говорить о слове «бать Каминай». С одной стороны, кто-то говорил об этом в довоенном периоде. Почему? Мужчина, воспитывающий четырех детей в одиночестве, крепкий хозяйственник. Выражение «батька» характерно для региона. С другой стороны, лидер, командир партизанского отряда, чей, который несет ответственность за других людей и в состоянии пожертвовать самым дорогим, чтобы спасти их, он действительно отец, он действительно батька для тех, с кем он воюет, кого он охраняет. С другой стороны, крепкий хозяйственник. Знаете, как крепкая рука отца не позволяет вам делать, возможно, какие-то ошибочные решения. По разным источникам можно говорить и о 20-х, и 30-х годах и военном времени, где это слово «бать Каминай» всплывает. Батька ценил семейное тепло и домашний уют. После всего, что ему пришлось пройти, по-другому и быть не могло. Шмырёвы вели в Витебске хозяйство. Разбили огород. Минай Филиппович лично высадил плодовый сад. Белорусские селекционеры вывели сорт черной смородины, которую назвали «батькой Минай». И первые промышленные кустики презентовали лично батьке Минаю. Как вспоминали дочери, Минай Филиппович никогда не гонялся за модой, хотя бывало дело, приезжая из Минска, был одет с иголочки. Дело в том, что он был и депутатом Верховного Совета БССР, и избирался делегатом съезда в Компартии Беларуси. В конце концов, отмечают то, что он всегда следил за новинками. В частности, в 1954 году, когда в продаже появились первые телевизоры «Беларусь», производства Минского радиозавода, Шмырёв купил одним из первых телевизоров в Витебске. В Витебске есть музей имени Шмырёва. Партизанский командир стал первым почётным гражданином областного центра. В его честь установлены многочисленные памятники. Его подвиг помнят и чтут. История Шмырёва, она самая известная трагически. Но таких, на самом деле, ситуаций было много. И, в общем-то, немцы, их пособники, коллаборационисты, расправлялись над членами партизанских семей. И, в общем-то, иногда при этом даже не выдвигали, чаще всего, не выдвигали никаких условий. Например, можно вспомнить историю Петра Мироновича Машерова. Немцы за участие его в партизанском движении расстреляли его мать. Поэтому история Шмырёва действительно, она самая яркая в своём трагизме, но не исключительная. Батька Минаи оказался перед выбором, которого врагу не пожелаешь. Но горе его не сломило. Сильный мужчина нашёл в себе силы жить дальше, бороться и любить. Настоящий герой. Без пафоса и громких слов. Редактор субтитров А.Семкин